Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чиновский, и мы с вами продолжаем играть замечательную игру под названием Хорошая Пицца Отличная Пицца Друзья, прямо сейчас у вас на экран в топ-комментарии из предыдущего видео Если вы хотите попасть в следующую подборку не забываем оставить свой циверский лайк и писать, конечно же, комментарий Так, нифига себе, к нам уже пришёл соусовидец Ребят, сразу же вам напомню, что сегодня мы в конце серии обязательно купим автоукладчик, какой именно вы узнаете уже в конце серии, я его выбирал по вашим хэштегам под прошлым видео, так что вот так вот выбрали, по сути, вы Ну что, поехали! Можете ли вы привнести баланс в соус? Я ищу пиццу мира с уважением к матери земле и её щедрости Сгруппируйте отдельные ингредиенты, что растут в земле и те, что висят над почвой А ещё я ненавижу ананасы Так, те, что растут в земле и те, что висят над почвой Ребят, ну ладно, давайте попробуем это сделать Поехали! Так, сыр не растут в земле, так, смотрите, на всякий случай Проверю, так С уважением матери земли, ага Так, грибы растут в земле, ребят, поехали Начнём с грибов, грибы растут в земле, однозначно, оливки это оливковое дерево, существует поэтому они однозначно растут над землей Лук растёт в земле, 100% однозначно Лучок растёт в земле, перчик По-моему, он растёт на таких, знаете, кустах, перечные кусты поэтому мы тоже кладём его сюда Так, а ананас она не любит, а базилик это трава, соответственно, растёт в земле Всё очень похотит, блин, кстати, может быть и нет Так, и баклажаны, они растут над землей Вроде бы всё правильно, вроде бы Я только не уверен насчёт базилика Блин, может быть ещё сыром надо было покрыть Насчёт базилика я не уверен, потому что Это, в принципе, он может быть растёт и над землёй Если это базиликовые листочки Блин, наверное, так оно и есть Это пицца преступления против природы На вкус как страдания и печаль Ой Чё-то где-то я косякнул, ребята Опробуем ещё раз Сгруппирую, если я делаю ингредиенты так А, вот, она всё там Грибы и лук растут на земле Оливки, сладкий перец и базилик Ну, видите, то есть нам не нужно было некоторые из этого всего делать Грибы и лук растут на земле То есть мы только грибы и лучок сюда отправляем Грибы раз, и лучок два Никакие там базилики, ничего больше не нужно класть сюда Всё, только грибы и лучок Базилик, сладкий перец и оливки на землю Вроде бы получается так Единственное, что я не знаю, мне соус и сыр надо добавлять или нет Вот, ребят, это реально вопрос Так, базилик, сладкий перец и оливки Соль, яблес, пойдём И оливки Слушайте, я, наверное, добавлю всё-таки соус и сыр Мне почему-то кажется, что нужно это сделать Я не уверен, но почему-то мне так кажется Просто, блядь ли, она стала бы кушать просто коржик с овощами Мне кажется, что всё-таки нужно это сделать Надеюсь, что всё правильно получится у нас с вами Так, режем Готово И кладём коробку О, отлично Я верю в тебя, я предлагаю вам свои местные источники благословенного Базилика, лука и грибы Соус и сыр вперёд Кто-то знает, я напомню, это непереносимость молочных продуктов То есть, это человек, который не может есть сыр В старом образце не было ни ананасов Ничего вот этого Но я думаю, что надо положить Бекончик тоже кладём, конечно же Ой, кажется, я лишний положил Ну ладно, ничего страшного Я думаю, что одного бекона тоже не станет Бичинку кладём, канадский бекон, конечно же, тоже Ребят, кто помнит, откуда пошло выражение канадских бекон? Если кто помнит Не буду таких конкурс устраивать, это глупо как-то Но если кто помнит, то лайк, ну, в комментарии Возможно, кто помнит, так и будет Так, хорошо, и баклажанчики тоже сверху пошлили, не вопрос Баклажаны у нас с вами супер ингредиент Такой уникальный, можно сказать, у многих его, наверное, нет Потому что там надо было выполнить задание, правильно? Но хорошо, что у нас он с вами, по крайней мере, есть Так, режем Точнее, в смысле, режем, конечно же Ииии, пожалуйста Отлично, 8 долларов, ребята Этот бекарь только что прочитал мои мысли Хочу пиццу гриб перроне Ну, я думаю, что не буду переспрашивать И так понятно, что гриб перроне Это грибы плюс гриб перроне В принципе, изичная пицца Кстати, очень хорошо, что заказы сейчас достаточно дорогие, ребята Это значит, что мы с вами, скорее всего, все-таки успеем накопить на новый автоукладчик Вот мне очень любопытно, как он будет, конечно же, работать Потому что, ну, хочется, конечно, разнообразия Хочется больше автоуклад... автоукладывания в моей пицце, скажем так Больше автоработы Четыреста восемьдесят один долларов Ну, я думаю, что я не знаю Хочу вегетарианскую пиццу Но убедите, что все зеленые цветы на одной стороне Так, вегетарианская пицца, это значит, без мясца Так, все зеленые ингредиенты на одной стороне Все остальное должно быть со всех сторон, я понимаю, правильно? В общем, как правильно? Так, оливки не зеленые Маслины зеленые, ребята Кстати, кто любит оливки и маслины? Вот я, если честно, раньше вообще ненавидел А потом как-то внезапно начну кушать И мне понравилось Поэтому, ребята, если кто-то не любит оливки или маслины То очень советую попробовать снова Вдруг распробуете и все будет окей Так, получается базилик мы тоже кладем сюда И ананасы мы кладем по всему Вроде бы вот так Я не буду класть баклажаны, потому что я не уверен, что они зеленые или все же нет Но вроде бы все остальное сделал правильно Вроде бы... Нигде не ошибся Кажется Ладно, сейчас проверим, ребята Я точно не уверен, но вроде бы все получилось правильно Насчет баклажанов он не должен мне разговаривать Шесть баксов почти Веганскую пиццу, пожалуйста Веганская, ребята, это еще лучше, чем ветрянская Потому что сыр тоже уже не поможешь Можно положить только вот грибы Ну, в принципе, все равно много чего можно положить на самом деле Но, блин, без сыра какая пицца Какая пицца без сыра вообще может быть существовать? Я думаю, что это просто незаконно Просто незаконно! Так, перчик тоже кладем Ананасы тоже кладем Базилик тоже кладем И баклажаны тоже кладем Вроде бы все Так, красиво Давайте баклажаны положим сверху Сейчас, потому что я все время забываю, что их лучше положить в самом начале Потому что они большие И прикрывают все остальное Получается красиво Так, мыслик сверху Первый раз я, кстати, так вкладываю, если что Красиво получается, по-моему И ананасиками сверху посыпаем Блин, пицца с ананасами, она кайфовая, конечно Но пицца с ананасами и с баклажанами, по-моему, это полный отстой Так, сейчас он, по идее, нам тоже должен дать долларов 7 чаевых, я так думаю Ну, может быть, 6 6-7 долларов я ожидаю сейчас Смотрите, сейчас узнаем, правда ли Так, да Ну, почти 6, почти 6, согласитесь Так, смотрим Просто пиццу с сыром, пожалуйста Смотрите, что у меня пицца с сыром, не вопрос Кстати, вы заметили, что у меня уже есть олененок, дорогие друзья? Я все-таки выиграл олененка Так что, в общем-то, я теперь даже доволен тем, что какая у нас сейчас пиццерия новогодняя До конца праздников она станет с новогодней Потом, конечно же, я некоторые новогодние элементы беру Вот, это ребенок справа от каждого, я считаю, что это задание Вот, уже 500 долларов мы заработали, то есть уже автокладь по второму очку Если успите с моим котом, просто порежьте ее пополам Так, а пицца какая? Половину с... Блин, нифига себе, забыла сказать Половину с алифу, половину с альфу Нормально вообще, темно Как я вообще должен был доготар, интересно? Половину с альфу Половина с альфу Половина с альфу Готово Вот такая вот пицца, и она должна быть порезана пополам Но мне это вспоминать вообще не обязательно Потому что авторезочек Готово Отдаем Очень подожду, наконец-то за авторезочек Отлично Еще 3 доллара, и у нас с вами уже аренда 100% Собьется, то есть сейчас мы работаем Сосиски и грибы с базиликом Сосиски и грибы Кстати, хорошие заказы будут Я смотрю, что люди на новогодних каникулах проголодались Хотят пиццу прям побольше, повкуснее, понажористее Потому что раньше были заказы довольно такие, ну, бомжатские, можно сказать, наверное А сейчас довольно сложные Так, хорошо И базилик, да? Давайте положим базилик тоже Так Сюда, 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 сюда Готово Если честно, я сейчас просто жду конца дня уже Потому что я очень хочу купить авторукладчик Покажу вам какой Ну, как же, благодаря хэштегам вашим, конечно же Ииии У нас тут серия, мы уже проверим Так Почти 5 баксов чипов снова Просто идеально Просто здорово 516 Приветствую, я художник На моей пицце, я хотел бы увидеть красный прилив, плешущийся на берегах травянистого Половина соусом, половина сыром и базиликом Я просто решил, ребят, перепроверить Потому что, сами понимаете Половина соусом, половина сыром и базиликом Потому что, сами понимаете, насколько это все может быть не точно Скажем так Раз, два Кстати, реально прикольно выглядит, смотрите Как будто бы закат, наверное Это пляж, и на нем лежат какие-то шезлонки зеленые Прикольно, мне нравится Запахнет Так Готово Готово Заказы неплохие сегодня, очень даже простые, можно сказать, пепперони с сосисками Очень даже простые, то есть, особо париться ради них не нужно Просто выполняешь и потихонечку ждешь, когда же, наконец-то, мы сможем с вами использовать наш новый автокладчик Если что, ребят, небольшой вам спойлер На этой пицце, ну, если бы у нас было туркладчик, мы бы ее могли вложить в прием Таким вам небольшой спойлер Пока вы не знаете точно, какая, но точнее, что уже у вас есть какая информация, скажем так Так, ну что, осталось уже полчаса Испеките мне бекон и базилик на пшеночные лепешки, кстати, очень хрустящие Так, бекон плюс базилик Здесь все раз с сыром класть, вот еще вопрос, я думаю, что нужно Так, бекон плюс, да, правильно же? Бекон и базилик, да, и очень хрустящие, то есть два раза Кстати, жаль, что автопечь сама не понимает, ну, точнее, золотая печь не понимает, сколько раз нужно пропустить улицу Было бы классно, если бы она реально автоматически как-нибудь сама перекладывала и прожаривала два раза Было бы здорово, мне кажется Так, хорошо, мы, кстати, уже заработали почти 550 долларов, ребят То есть у нас с вами 50 будет еще сверху То есть для следующего укладчика нам придется копить много Кстати, в этой серии я еще у вас обязательно спрошу, на что копить дальше Осторожный выбор Поэтому надеюсь, что вы мне поможете Так, остался час Привет, новогодняя мама с сынком Пытаюсь стать другом козлу соседа Базилик, оливки и лук Тоже хороший заказ Базилик, оливки, лук Давайте попробуем его сделать Причем сделать как можно быстрее Может быть мы сможем еще одну пиццу приготовить Сейчас посмотрим Так, базилик, оливки, лук Кажется, я лишний лук положил У меня постоянно такое ощущение, что я кладу лишнее что-то Но обычно это обманчивое ощущение Хотя в этот раз, может быть, и нет Все, просто готово И у нас еще, да, скорее всего мы еще успеем, ребят, еще одну пиццу приготовить Скорее всего успеем Так, пойдем сюда Режем пополам И отправляем снова на прилавок Отлично, еще эти 3 доллара Уху, еще одна пицца Вы его чувствуете? Этот запах Какой-то вонючий запах Вонючий запах, который пахнет вонючим Так, куда? Анчелусы Я на всякий случай не спросил Потому что это могли быть, например, анчелусы с луком Вполне могли быть Поэтому на всякий случай лучше не спросить Вонючий запах, который пахнет вонючим Это, конечно, может быть и бекон, какой-нибудь пережаренный. Кстати, она попросила, хорошо запечённая, да? Блин, всё, день уже закончился, ребят, поэтому это наша последняя пицца на сегодня. Сейчас мы с вами посмотрим, какой-какой приз, какой мы с вами купим. А вдруг, мать, я где-то хочу сделать уже, давай быстрее. Так, у нас с вами 548 долларов, ну, значит, какая-то прибыль у нас будет где-то 543 доллара, а потом, так красиво, гирлянды гаснут. 540 даже, ну, фига себе, аренда 7,5, что-то дорого как-то. Так, давайте сначала посмотрим отзывы. Слушайте, ну отзывы нормальные, 4 звезды, это вполне неплохо. Так, ремонт не нужен, декор, всё хорошо, улучшения. Ну что, ребят, по хэштегам лидировали две начинки, пепперони и сосисоны. И также даже очень много было на ветчину, но на пепперони было больше всего. О, ребят, поехали. 500 долларов платим, огромная сумма, просто гигантская, но она того стоит. Активирована. Теперь у нас есть помощник, который будет укладывать пепперони в нашу пиццу, дорогие друзья. Ну что, давайте теперь будем решать, на что мы будем копить в следующий раз, ребят. Можно разметку для начинок купить, очень даже быстро, но я не вижу в ней смысла, ребят, потому что мы с вами будем покупать автоукладчики. С автоукладчиками нет смысла покупать разметку, сами понимаете. Либо можем купить что-нибудь из декора, например, смотрите. Хотя я не вижу в этом особого смысла, потому что у нас новогодний декор красивый, в общем-то. Ну что можно, плакатик какой-нибудь купить, черепашки-ниндзя, например, там, не знаю. Или еще какой-нибудь, там, мисс Жерардини, например. Или часы, не, часы вместо телевизора повесятся, поэтому нам это не надо. Пол, коробки, ну коробки можно, кстати, можно красиво коробку купить. Вот, например, мне вот это очень нравится, коробка звездная ночь, а спицы вместо луны очень прикольная. Вот, ну, на золоту, конечно, я пока что не накаплю 500 баксов чисто. На золоту не хочу. Вот, ну и столы. Кстати, деревянные табуретки. Хм, ребят. А, у меня, по-моему, нет же... Ребят, напишите в комментариях, у меня же, по-моему, нет стульев. Или на что влияют эти табуретки? Вот в чем вопрос. Ребят, обязательно напишите, это очень для меня важно, что это за табуреточки такие. Потому что, видите, стульев у меня нет. А деревянные табуретки есть. И что же это значит? В любом случае, на сегодня, пожалуй, что все. Спасибо вам большое, что досмотрели до конца. Если видео вам нравится, то обязательно поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, пожалуйста. С вами же был Чинашки. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи.